Новости в прямом эфире. В студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. Вот не все, но главное. Помощь, которая никогда не бывает лишней. Комплекты поддержки доставлены мобилизованным северянам в Мурманскую область. Виза нотариуса нужна все реже, но это не оголяет фронт работ. Репортаж со специального круглого стола. Курс на Мадагаскар. В одноименном лагере ребята отдохнут по программе «Дети Арктики». На ковер вышло 250 спортсменов. В Северодвинске прошел фестиваль по самбо «Кубок Белого моря». Спальные мешки, перчатки, теплые носки и обувь. Эти вещи в дополнение к основному обмунированию получили мобилизованные из Архангельской области. Бойцам, которые проходят подготовку на базах Северного флота, подарки вручили сотрудники губернаторского центра. С ними в Заполярье побывал и мой коллега Александр Богданович. Первая машина с подарками для мобилизованных из Архангельской области заезжает в ворота части. В ней наборы, которые могут пригодиться в полевых условиях для бойцов на базе Северного флота в Печенге Мурманской области. Раздали дополнительную экипировку от губернатора Архангельской области, от губернаторского центра. Это спальные мешки, резиновые сапоги, носки, перчатки, коврик-пенка и вещмешок. И плюс сушки, сладкие подарки от Архангельской области. Также побеседовал с бойцами, напомнил им в очередной раз, что работает горячая линия. Номер назвать не буду. Мы им раздали листовки с этим телефоном, чтобы они пользовались сами этим номером и сказали своим близким, родным. По словам мобилизованных, такая поддержка от родного края – отличное дополнение к той амуниции, что уже выдано от Минобороны. От того, как подготовятся новые подразделения, зависит во многом, каким образом будут развиваться события специальной военной операции. И здесь, на одном из полигонов Мурманской области, это прекрасно понимают. Занятия проходят каждый день, с утра до вечера. Инструкторы не жалеют боеприпасов. На земле тысячи гильз. С утра до вечера стрельба из пистолетов, автоматов, пулеметов, гранатометов. Выстрел! У нас непосредственно тактическая подготовка, то есть перемещение парами тактические двоечки, так называемые, релье окопов, занимание окопов, тактическая оборона, тактическое наступление. Разведывательные группы, обнаружение ДРГ, диверсионно-разведывательных групп, обнаружение минрастяжек. То есть у нас есть саперные подразделения, непосредственно бегали за танком, катались на танке, то есть непосредственно участие с бронетехникой. Вся подготовка проходит под контролем опытных командиров. Стараемся так, чтобы все обучились, чтобы не было вопросов. Конкретно спрашиваем, если есть, то да, если нет, еще раз, до тех пор, пока они сами не поймут, что делать, и стараться, чтобы они это делали уже самостоятельно. Боевое слаживание – это не только стрельба. Занимаются бойцы и в учебных классах, где изучают оружие, как говорится, изнутри. Они сначала отрабатывают вот это все в теории, то есть каждый своими руками понимает, как это отстегивается, в каком порядке действия. Сначала там крышко-ствольные коробки, да, потом затворная рама. Представители губернаторского центра убедились и в том, что для бойцов организованы хорошие условия проживания. Питание тоже на высоком уровне, трехразовое, полноценное и сбалансированное. Два выбора мяса, плюс еще два гарнира. Кроме этого идет северный, у нас идет еще там норма, северный – это у нас колбаса, дополнение печенья, сгущёнка, кофе добавляем, да, со сгущёнкой идет. Также четыре вида бара. Сотрудники губернаторского центра продолжат собирать дополнительное снаряжение для бойцов из Архангельской области и помогать семьям, которые ждут своих героев дома. Напомним, работает центр не только с теми, кто призван по частичной мобилизации, но и с теми, кто раньше пошел служить по контракту в зону СВО. Вопросы могут быть любые, поэтому оказывают юридическую, социальную и психологическую помощь. Александр Богданович, Алексей Рогов, Регион 29. Очередная группа мобилизованных отправилась в учебный центр для подготовки к спецоперации. На этот раз все проходит на базе Минобороны в Калининградской области. Провожающие собрались на площади у аэропорта Архангельск. Такое в Архангельске впервые. Призывники летят за тысячу километров от своей малой родины. Кто-то из них вызвался добровольцем, а кому-то пришла повестка. Несмотря на это, ответ мобилизованных однозначен – надо. Я не настрой боевой, потому что всякое бывало. И раньше были. Войны раньше были. Но раз надо, значит надо ведь. В начале был страх, а теперь как-то уже и привык к этому. Все, и придется идти. Как ваш настрой? Настрой боевой. Кто-то отговаривал, но кто поддерживал, тот больше мнения имеет. Ну, как бы, веса. Что-то взяли с собой? Ну, чтобы вот доехать оттуда и все. Я думаю, там всем снабжат. Ну, а родственники снабдили призывников самым необходимым – поддержкой и уверенностью в том, что дома ждут. Зятя провожаем. Вот у меня папа у внуков уезжает. Ну, мы его будем ждать, будем надеяться, что все хорошо. Мы провожаем сейчас папу. Конечно, будем ждать. Проводили мобилизованных в торжественной обстановке. Растянули триколор России, прозвучал гимн и слова на путьстве. Я хочу вам пожелать боевого счастья. Я хочу вам пожелать, чтобы святой Михаил Архангел постоянно за вами наблюдал. Конечно, легко вам не будет. Но вы держитесь всегда вместе, вот так, как сейчас. Берегите себя и своих товарищей. Мы верим в вас. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация вошла в завершающую стадию. Ангелина Парфенова, Валерия Державина, Евгений Зыков, Регион 29. Отсутствие интернета в некоторых районах мешает работе нотариусов, вернее, представителям администрации на местах, которые не могут вовремя занести или получить данные из электронного реестра. Тему сегодня обсудили на округлом столе в областном собрании депутатов, обозначили и еще ряд вопросов, которые требуют внимания, в том числе законодателей. Институт нотариата, и это не секрет, защищает права как обычных граждан, так и юридических лиц. В основном работу ведут те, кто занимается частной практикой. В прошлом году было совершено больше 170 тысяч нотариальных действий. Отмечается тенденция к снижению показателей. Способствуют этому электронные сервисы, которые все больше завоевывают популярность. Но как раз таки момент цифровизации в некоторых районах просаживается. Неустойчивая связь и отсутствие интернета порой затягивает нотариальный процесс. Там, где работает нотариус, там интернет есть. Нотариусы сейчас регистрируют все нотариальные действия в электронном реестре. То есть доступ в сеть интернет есть у всех нотариусов. А вот у должностных лиц, органов местного самоуправления не всегда есть доступ в интернет. И так как сейчас у нас курс государства взят на цифровизацию как нотариата, так и совершение нотариальных действий, это очень важная составляющая в работе должностных лиц, органов местного самоуправления. Нотариальная палата уверяет, что несмотря на сложности и сокращение числа обращений граждан, намерены и дальше участвовать в обучении должностных лиц, органов местного самоуправления. Это консультационная и методическая помощь. На круглом столе говорили и о перестройке нотариальной работы в связи с муниципальной реформой. Есть вопросы, касающиеся обеспечения контроля заказанием нотариальных услуг со стороны и Минюста Архангельской области, и нотариальной палаты. Потому что у нас идет муниципальная реформа. Часть нотариальных услуг, которые оказывали свое время на уровне поселения, сейчас передали в округ. Округов уже у нас 12. И, безусловно, возникают вопросы, насколько успешно сегодня должностные лица органов местного самоуправления оказывают эти нотариальные услуги, которые предусмотрены в федеральном законодательстве. К слову, нотариусы предоставляют сегодня ряд льгот, установленных как федеральным законодательством, так и самой палатой. По итогам 2021 года обращений было почти две сотни. Льгот оформлена на сумму 250 тысяч рублей. Алексей Карельский, Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29. Немного рекламы далее, а после узнаем, за каких спортсменов неистово болели зрители в Северодвинске. Дождитесь. Огромный выбор шуб и пальто от зимней сказки по доступным ценам. Архангельск. С 27 по 30 октября. ТЦ Корона. Продолжаем. Школьники Архангельской области отправились в Мадагаскар. 440 юных северян отдохнут в сочинском лагере с необычным названием по программе «Дети Арктики». Осенняя смена продлится с 24 октября по 6 ноября. Рюкзак, чемодан, документы и приятное волнение. Полина под голову уезжает на отдых в Сочи. Родители узнали о программе «Дети Арктики» и социальных сетей. И решили подать документы. Нужно было справку из школы взять, что ребенок учится. И все. И свидетельство о рождении, заполнить все на сайте. И ждать. У них будет какая-то программа. Конкретно ничего не расписывали. Но что, будет программа, будет экскурсия, будет ходить в бассейн. Будет вкусно кормить. И должны приехать довольные. Путевка в лагере, проезд к месту отдыха и обратно оплачивается полностью за счет федерального бюджета. Родители не несут никаких расходов, кроме оплаты экскурсий. Воспользоваться путевкой по программе «Дети Арктики» могут ребята, являющиеся учениками с 5 по 8 класс. При условии, что они проживают на территориях, которые являются арктической зоной Российской Федерации. Это не вся Архангельская область. Это часть Архангельской области. Именно из этих территорий дети уезжают по путевкам на юг. В Архангельской области в состав арктической зоны входят Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, Новая Земля, Приморский, Мизенский, Онежский, Лешуконский и Пинежские районы. В лагере на берегу Черного моря детей ждет развлекательная программа питания, проживания в современных корпусах. Летом по программе «Дети Арктики» отдохнуло 1580 детей. Октябрьская смена станет финальной для этого года. Но в 2023-м программа продолжится. Сейчас работают над увеличением количества мест. Чтобы как можно больше школьников по морям провели каникулы на теплом морском побережье. Вероника Смолякова, Евгений Зыков, Регион 29. В Архангельской области возрождается и наполняется новым звучанием краеведческое и историческое образование. Ломоносовский фонд заключил соглашение о сотрудничестве с тремя школами Архангельска. Подробности в сюжете. Первый в России шеститомный учебник с атласом для учеников 6-11 классов Архангельской области. Это результат нескольких лет работы Центра «Ломоносовский дом» с 16 ведущими историками области. Это один из самых больших на территории Российской Федерации учебно-методических комплектов по региональной истории, который получил позитивные отзывы у ведущих методистов и ведущих историков нашей страны. И по нему теперь работают школы Архангельской области. Для учителей изданы и методические пособия. А основное отличие этого учебника для школьников от предыдущих книг – в глубоком изучении материалов по истории. И упор на наш регион, потому что, как правильно заметил Роман Юрьевич, что у нас целое поколение, наверное, детей выпало, да, они не знают историю Архангельской области. И замечательно, что вот это направление, оно возродилось. Первое соглашение о сотрудничестве с научно-образовательным центром «Ломановский дом» подписали директора 45-й и 77-й школ, а также 21-й гимназии. Благодаря этому их учеников обеспечат новыми учебниками. Смысл заключается в том, чтобы наполнить новым звучанием именно наше кровическое образование, историческое образование. Сегодня это первые школы по инициативе школ. Мы готовы сотрудничать. Смысл следующий, так сказать, мы сегодня создали учебно-методический комплекс по истории, и, наверное, сегодня нужно его использовать и уже наполнять содержанием те уроки истории в неклассные часы, и в том числе часы, связанные, так сказать, с уроками важным. В перспективе у Ломоносовского дома расширение сотрудничества со школами не только в городе, но и по всей области. И, как говорил великий мыслитель Ломоносов, кто не знает своего прошлого, не имеет будущего. Александр Богданович, Евгений Зыков, Регион 29. Героям с Вечно Русским Сердцем посвящен военно-патриотический фестиваль в Архангельске. Его главная тема – неразрывная связь поколений. А о самой масштабной площадке мероприятия – военно-спортивной игре. Репортаж Виктории Воронцовой. Так началась спортивная игра «Победи себя». Спортсмен Семен Попов 7 лет занимается в центре Архангел, где становятся настоящими мужчинами. Учатся военному и боевому искусствам, а на соревнованиях показывают высокий уровень подготовки. И сейчас команда Семена приняла участие в военно-патриотической игре, главное задание которой – успешно пройти дистанцию с препятствиями. Я занимаюсь этим с пятого класса. Марш-бросок нас развивает во всех сферах. То есть мы и бегаем, и выполняем какие-то физические нагрузки, отрабатываем ведение боя на пересеченной местности, на городской местности. Также командой занимались на 12 функциональных площадках центра. Учились побеждать ребята на военно-патриотическом фестивале «Герой с Вечно Русским Сердцем», который посвящен солдатам Великой Отечественной войны и нынешним участникам спецоперации. Помимо спортивных состязаний, участники побывали на совете по патриотическому воспитанию при губернаторе и поделились мнениями со взрослыми на дискуссионной площадке. Собрало порядка 200 ребят и ветеранов. И в рамках панельной дискуссии как раз шло обсуждение, что такое патриот, что такое герой. Было масса вопросов, масса рекомендаций. И были приняты предложения, в том числе и силовых структур по проведению этих мероприятий. Но достаточно активно прошло обсуждение. Рассказы, встречи и спортивные игры, посвященные героям Отечества, помогут ребятам помнить историю Родины и разбираться в современных событиях. Тем более, что перед глазами сейчас так много достойных примеров для подражания. Виктория Воронцова, Евгений Зыков, Регион 29. В Северодвинске прошел фестиваль по самбо Кубок Белого моря. На ковер вышло 250 спортсменов со всей области. На соревнованиях присутствовал и семикратный чемпион мира Раис Рахматуллин. За финальными поединками наблюдал мой коллега Николай Цып. Чтобы судья дал победный свисток, удержать соперника на спине надо 20 секунд. В Северодвинске прошел фестиваль по самбо Кубок Белого моря. На ковер вышло порядка 250 спортсменов разных возрастов. К самбистам из Архангельской области присоединились гости из Ярославля и Республики Коми. В этом году традиционный фестиваль прошел при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «За самбо». Лично президентам принято решение поддерживать самбо. Теперь в каждом регионе лично губернатор и его заместители будут помогать развивать этот вид спорта. Сегодня принято решение, что партия «Единая Россия» запустила проект за самбо. И я уверен, что у самбо огромное будущее. Поприветствовал спортсменов и семикратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин. Он живая легенда. Всем участникам на память фото и автограф от чемпиона. Перед соревнованиями Раис провел и мастер-классы для ребят. Есть хорошие ребята, хорошие, такие способные. Ну, тут, понимаете, вопрос времени. Конечно, в Архангельской области самбо есть, есть традиции, но на данный момент, конечно, таких высоких результатов нету. Поэтому нужно стараться, добиваться еще и результата. Детей много занимаются. Это уже хорошо. Много зависит и от выездов на соревнования, отметил чемпион. В этом поддержку местной федерации самбо оказывает администрация Северодвинска. Естественно, будет уделяться особое внимание этому виду спорта. С удовольствием будем сотрудничать с федерацией самбо города Северодвинска. И, надеюсь, у нас все получится. И в будущем будем проводить не одно такое мероприятие. Да, лидеров надо возить, безусловно. А для ребят, которые первый раз выходят, второй раз на ковер, достаточно местных соревнований. Мы их тоже проводим в области немало. То есть в Архангельск ездим, в Вельск ездим, в Поплос. А это одна из финальных схваток. Северодвинец Тимур Голубев ведет по очкам. Но после этого броска представителя Котласа на ковер судья безоговорочно отдал победу северодвинцу. Две минуты проигрывал. Взял захватик, бросил через спину с колен, накрыл, сделал удержание. Выиграл, ну вот. В итоге первое командное место завоевали самбисты второй спортивной школы Северодвинска, серебро у сборной Архангельской области и на третьем команда сборная Северодвинска. Впереди первенство Архангельской области в Котласе. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. На этом все. Я желаю вам бодрости, духа и только хороших новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова